Кис-кис — это поп-панк? Вкушение. Смотри. Он просто Кирилл его придумал. Да. Короче, когда говорим про группу Кис-кис, вот вообще просто там с кем-то с друзьями, знаешь, у меня там тоже есть друзья, там и старые для поп-панк-тусовки, или еще кто-то, все там, постоянно друзья, что это либо. Кис-кис, там, новый русский поп-панк. Или не поп-панк ли это. Потом постоянно вопрос про мамбл-рок, вот это, я не знаю, типа очень странный термин, откуда он взялся, непонятно, да, но он есть. Я сегодня первый раз услышал «Мамбл-рэп». Да-да-да-да. Типа, если вообще... Бля, откуда он взялся? Типа, есть мамбл-рэп, ну и какие-то дурачки придумали, что «А это тогда мамбл-рок». Вообще, у вашей музыки хоть какие-то, не знаю, поп-панк-влияния, корни, там, не знаю, слушали вы там в детстве что-то такое, или вообще нет? Корни, и улетаю в небо. Ну, слушай, мой любимый барабанщик Трэвис Баркер из «Блинков» «Блинк-182». В принципе, мы росли на... Ну, смотри, у нас, опять же, типа, 4 человека в коллективе, у каждого свои там кумиры в детстве, у каждого детства свое было, у кого-то 20 лет назад было, у кого-то 30. Естественно, у ребят, у наших гитаристов точно есть влияние там таких групп, там, «Гражданская оборона», вся вот эта вот... Секта газа. «Король и шут», да. То есть у нас поменьше. У меня, например, в детстве там типа «Аврила Вин», вот эта вот вся движуха неслась. Ну, тоже, что в роду, у нас посовствует. MTV, да-да-да. То есть стопудово, да, да. Потому что мы, знаешь, про это говорили с Максимом, про то, что для нас этот, откуда вещей идет весь бэкграунд, потому что мы выросли в эпоху расцвета MTV, да, когда там в «Ключителях» там было «Спринкли», там «Гриндэй», «Блинки», мы все это видели воочию постоянно. Это прям... Ну, у меня, скорее, уже был, типа, не расцвет, а такой закат уже, типа, когда уже там... Когда заканчивалась музыка и появлялись шоу, да, типа? Да-да-да. На меня больше влияла русский рок, русская вот эта вот музыка, потому что у меня отец музыкант, и я, типа, с детства слушала еще, типа, на CD-дисках группу «Сплин», это вообще моя самая любимая группа. Ты говорила тогда, да, когда зашла в эту установку, сказала «Леша Мещерякова». Да-да-да, Леша Мещеряков это мой любимый в России барабанщик был. Я, когда сходила на концерт в 16 лет, уже, типа, в осознанном возрасте, ну, на концерт группы «Сплин», я посмотрела, как, типа, ебашит Леша Мещеряков, и все, я, типа, захотела играть на установке. Вот. И потом, типа, на какой-то такой более попсовой рок-музыке, если можно так сказать, там, типа, группа «Звери», там, вот это вот. О, это у вас, Женя, это совместная любовь, да, группа «Звери»? Он тоже тогда говорил. Вот это я вспомнил, да, Женя? Что произошло за эту неделю? Что произошло за этой неделю? Скажи, что твоя любимая группа «Звери», чтобы мне стыдно не было. Не, на самом деле, группа «Звери» заебись. Респект, реально. Но это как раз-таки тоже, это же было MTV, там, все были клипы. Но это уже потом, типа, вот это как раз-таки был такой в конце этого канала. Когда телек еще работал. Финальная вспышка такая. Да-да-да-да. То есть, наверное, в вашем поколении там вообще русской музыки, наверное, и не было, да? Бля, понимаете, чуваки, я вот лично вам так скажу, я ни про «Блинк», ни про сам, там, «Фоти Ван» или «41», я про них просто не говорю. Вот в чем прикол. Потому что, честно, я вообще нихуя не понял кайфа ни той, ни той группы. Нет, да было, было, было. «Гриндей», да. Вот там, особенно, самый первый коммерчески успешный их альбом. Или вот прям чуть-чуть до него. Вот это заебись. Вот этих чуваков я вообще, сколько не слушаю, какая-то хуйня супер банальная прям вообще. Да-да, блин, в наше время по MTV показывали группу «Берлин», знаешь, да? Питерская пан-группа «Берлин» у них была... Последний день лета, да? Нет, 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 у них на этот... Нет, по-моему. Моя любовь, моя любовь на пятом этаже. Гонишь, это Максим Леонидов. Так вот, они кавер делали. А-а. Они делали кавер. Оу-оу! Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Слушай, может, ты мне тогда накатить? Здорово, Масюныч. Я пьяный в говно по два причинам. Один. Я был на онлайн-концерте в оперном театре группы «Дарк Транкуэлиты». Два. Ты снял охуительный клип на песню «Углэцкий цирк», Бах, не стопорю ягера за это. Спасибо, ща бегу. И я, кстати, это будет первый прогон моего нового стопоря, который я купил подарочный. Ща. О! Типа картонка ещё так, ну, только-только вот распаковал. Ну всё. О, как говорится, за Сергея, за блядский цирк, за пупу и за лупу. О, панковский. Папара-папа. У них они с трубами играли. Их показывали по MTV, они причём достаточно долго висели, ну, в топах. Прям на верхушке чартов висели. Плюс был A1 ещё в то время, когда там показывали всякие, типа, там, аматыри, оригами, все вот эти смазилочки. Это застало канал A1, когда он был первой альтернативной. И вот там вот всякую-всякую такую, там и мазофаку, и панк-рок. Там жесть там конверт показывали, знаешь, все времена. А потом он в хип-хоп переделался, прям вот этот же самый канал. Я слышал байку, что он, извините, пожалуйста, что переделался в хип-хоп чуть ли там не в полночь, знаешь, типа, в Новый год, короче. Типа, что с 1 января там начался рэп. Я вот слышал где-то такую байку. Какие металлисты такие сидят, хотят встретить Новый год под нормальные треки и просто на Новый год совершенно другое вручать. Я надеюсь, что я ничего не путаю. Вот точно так же в один день, мне кажется, во всей России рэп превратился в рок, и все стали рокерами и переобулись. Да, и всё сейчас туда-сюда, да? Он постепенно, постепенно. Ну, не то, что прям, знаешь, все стали прям рок-рок, все начали потихонечку инструментал какой-то живой вживлять в свою музыку. Я не знаю, то ли это у меня в голове было, но, скорее всего, я видела это в интервью Моргенштерна, что он сказал, что... Не качает, да? Что вообще мавитон сейчас играть, живое выступление без музыкантов. Я сейчас не только про живые выступления, я говорю именно про сами песни инструментала. Вот я сейчас у Феди, Федука, недавно выходила песня «Краски», и, ну, у него там прям гитарка такая постоянно идёт, ему там кореш придумал партию туда, и звучание немножко другое стало. Вот у этой, у Елены Темниковой, у неё же тоже всё такое электронное было, и я просто заметил, у неё там какая-то была песня, у неё там, ну, минус, короче, идёт прям пост-рок какой-то жёсткий, прям вот максимально такие гитары. У Елены Темниковой бывшие ребята Женины играют просто в команде там. А, ну вот, вот, видишь, Женёк метастазы пускает в современную музыку. Но я хочу сказать, что, я, может, сейчас пожалею, что я это сказала, но, блядь, мне смешно смотреть, когда, там, тётки из такой движухи, типа, гламурной. Так, эстрадной, эстрадной. В один момент начинают говорить, что, ебать, я рок, вот я сейчас, вот я послушала, типа, и мы сейчас будем выпускать этот альбом в роке, типа... А можно пример? У меня... Елена Темникова как пример. Ну, да, я понял. Ну, как вариант. Ну, может, тут ещё, типа, есть... Ну, как там один из вариантов, да? Ну, слушай, да это же, типа, ну, типа, у меня очень неревностные чувства к жанру, типа, я занималась, я, вот, я слушала рок с детства, я там выросла на саундтреках «Брата-2». Рок-рок-рок. Ходила на концерты с четырёх лет. Да, блядь, на сплин. Ну, «Брата-Брата-2». И потом, типа, какая-то тёлка из серебра решает, что я, ебать, рокерша. Никого не напоминает? Слушай, я что-то чувствую влияние одного парня. По-моему, фронтмен группы «Нервы». Это факт, это, типа, это может сказать любой музыкант, который, да это ты можешь сказать, типа, у тебя нет такого же, что, типа, ты... Это круто, когда, это круто, когда это, ну, типа, уместно и искренне. А вот это вот фальшь, когда ты понимаешь, что, ну, грубо говоря, ну, ценности, типа, у людей не такие, они не выросли на этом, они делают это не от души, а просто потому, что это модно. Это сразу, ну, во-первых, это читается, и это видно. А во-вторых... Ну, хотя это залететь, да? Ну, смотри, какая тема у меня... А, ещё извини, я это скажу. Но, с другой стороны, мне очень нравится эта тенденция, потому что загибаются все репетиционные точки, все студии за ненадобностью, потому что у нас в Питере очень много закрылось всей вот живой вот этой темы. И если это становится модным, то, с другой стороны, хорошо, что, там, пиздеки в школах будут начинать играть на гитарах снова и заниматься делом. Это новый вдох в индустрию. Это хорошо. И если даже Моргенштерн своим живым выступлением вдохновляет хоть, там, одного человека... Что, мне ебало белое, блядь, пиздец. Научиться играть на гитаре, это уже круто, я считаю. Да. У меня, смотри, у меня не то, что... у меня не такое ревностное отношение ко всему этому. Я как бы разделяю. Я понимаю, что кто-то там гонится за какими-то трендами, и я понимаю, почему они делают. Они делают коммерческую музыку, и она тоже имеет место быть, почему нет. Вот. Я бы, ну, я себя вот в этом не чувствую никак. И вот ты говоришь, допустим, там есть какие-нибудь поп-исполнители. У кого-то там из них реально, может быть, и нету бэкграунда. Но зачастую я, когда узнаю там про кого-нибудь, какое у него там детство было с точки зрения музыки, вот какой-нибудь артиста взять, и выясняется, что он жесткий меломан. И несмотря на то, что, знаешь, исполняет поп, а в детстве всегда слушал какую-нибудь вообще там очень жесткую жесть. То есть, допустим, есть Яникс, знаешь, рэпера Яникса. Он же там по панк-року, по хардкору угорал вообще в свое время. Да, да, он гонял. Он даже говорил, что там одна из любимых его групп — это группа «Тараканы». Вот. Респект. И то есть, я думаю, у многих артистов есть вот этот бэкграунд. Они просто работали внутри индустрии. Это не то же самое. Ты понимаешь, типа, рок для тебя — это там стиль жизни, душа, вся хуйня. И когда, типа, какие-то вот, типа, что-то типа Лены Темниковой заворачивают это в такую обертку, короче. Чувствуешь фейк, да? И пытаются это продать, то типа... Блин, я не слышал, кстати, о чем вот вы говорите. Это звучит, кстати, хорошо. Я смотрела, по-моему, лайф на ВК-фесте, и звучит хорошо. Просто мне не нравится не то, как это звучит и как это сделано, а то, как это подается. Не типа, ой, ребят, мы, типа, тоже хотим вот попробовать. А типа, блядь, все, у меня вот мое мировоззрение поменялось, я теперь буду рокершей. Вот такое вот. Короче, я сейчас помню, может быть, ты помнишь тоже. Давай. Когда началась АМ-одвижуха в России, да, вот это все было. Ты помнишь, была вот эта Мара, или как ее звали, которая пела «Чо на чем, чо на чем, не меняй, позиции будет горячо». Ну, просто это была поп-исполнительница, типа «Не меняй, не меняй, не меняй». Нет? Ну, не суть, короче. Кирилл много странных уже знает. У меня в голове куча всякой ненужной или нужной информации. Ну вот, и я помню, был репортаж, мне кажется, что по РЕН-ТВ, когда еще не было рептилоидов и так далее. Я смотрела РЕН-ТВ только ночью. И там за... Да-да-да, в 23. Респект, там показывали лорно, лорно, лайт-порно, без пиписек. Короче, это не суть разговора, суть разговора Мара, Мара Респект. Какая-то хуйня, ладно, все, блядь. Тут опять, они как-то хитро, у них одна хуйня плавно перетекает в какую-то другую, почти неинтересную. И я перестаю замечать. Ладно, вот так.